сегодня у нас на семинарах начинаются диффузионные модели план такой вначале вспомнил то что было на лекции тема непростая а там очень много формулок которых стоит разобраться чтобы понимать дальнейшем повторяем то что было на лекциях надеюсь у вас есть вопросы пытаемся на них ответить дальше мы доведем лосс с которым можно работать на семинаре там это в промежуточном состоянии и обсудим как тренировать модель диффузионную давайте начнем с того если какие то вопросы перед началом есть вопрос меня слышно да да в общем там есть два подхода одни смотрятся на как на марковский процесс а другие как смотрят на на стахастическое уравнение вот какой правильный подход это все об одном и том же фишка в том что у тебя маргинальные распределения будут одинаковые но на курсе мы до этого не дойдем то есть все начинается с маркерских цепей потом замечают что это можно представить везде стол диффура и обычно работают именно со стол диффуром потому что вот он непрерывный во все времена ты да и ты можешь шагать по любым не периодом временам то есть нет ограничения что ты в конкретных дискретных точках прыгаешь но это уже продвинутая тема окей а потому что было на лекции есть вопрос да есть вопрос по то как вот сформировать интуицию нам объяснили на лекции что вот обратный шаг диффузии он детерминирован если ты знаешь конечную картинку то есть я знаю знаю там в начале шум я знаю что в конце должна быть собачка детерминированная картинка ты про распределение вот такое да при условии x0 x0 и xt вот это или как да да ты правильно все написал вот я не понимаю почему так может быть как мы можем но задать такую цепочку так чтобы и шума сделать собачку x0 вот интуицию как получить поэтому я не понимаю почему за дискретное число шагов можно сделать детерминированную собачку мне кажется такое на лекции не могу утверждаться что значит детерминированную собачку получить что это вообще такое ну вот x0 это же какая-то детерминированная штука это не распределение это именно ну x0 из px0 но в данном случае да он нет это сэмпл в какой-то метод сэмпл но тут у тебя это случайная величина но она зафиксирована это значит что тут конкретный сэмпл когда будет сэмплировать да она будет зафиксирована все правильно вот я не понимаю почему так почему так может быть что я могу за дискретное число шагов и шума сделать конкретный сэмпл так что еще этой штуки ты если все я понял твой вопрос мы разберемся сегодня давай с самого начала тогда вопрос более-менее понятно вот что говорят про диффузионные модели говорят что вот у нас есть исходное распределение x0 и мы по чуть-чуть нашу картиночку x0 здесь это сэмпл из нашего исходного распределения которые мы хотим выучить мы потихонечку зашумляем желаю по итогу пяти стандартных гуси они за ты большой шагов мы хотим чтобы здесь была стандартная гуси она это очень неформально более формально мы говорим что у нас есть маркетский процесс вот с таким переходом который формально задается вот так эпсиум из стандартного нормального распределения или то же самое что у нас у от xd задается нормальное распределение с параметрами обидно восприятия под корнем x3-1 на единичный матрос вот давайте ну вы помните что на лекциях поделись переобозначение например у нас а не минус бета т это просто для удобства на самом деле можно было с самого начала так сделать у нас было такое обозначение и после вот такой сейчас объясним зачем второе обозначение очевидно мы можем переписать первую формулу следующему оборуду классный факт что xd можно выразить только через x0 и здесь у нас будет альфа тс крышечки от x0 плюс 1 минус альфа тс крышечкой на эпсиум здесь при выводе этой штуки вот этой формулы использовалась сложно марковости и нормальных случайных независимых величин стоит ли повторить как эта штука выводится нет здесь все ясно все ясно все ясно то есть у нас есть распределение qxt и условий x0 которое сдается как нормальное распределение с соседним альфа тс крышечки с и альфа тс крышечки в личном а к нормальному распределению то есть мы хотели бы чтобы у нас q от xd было приблизительно нормальным стандартным нормальным чтобы потом сэмплируя стандартного нормального мы могли обернуть этот процесс и сэмплировать из исходного распределения основная сложность здесь заключается в том что вот это распределение мы аналитически не можем вывести поэтому как это стандартно делается в деле мы его аппроксимируем с помощью какой-то нейронной сети но важный момент что по итогу мы пришли к стандартному нормальному распределению и вот подбирая правильные альфа т или то же самое что и бт мы можем сделать так чтобы у нас у xd и условий x0 было примерно нормальным распределением стандартным это более-менее очевидно у нас все альфаиты меньше единички и соответственно если мы много чисел меньше единички умножим между собой у нас что-то будет стремящееся к нулю и т стремящимся к бесконечности а здесь соответственно к ничьи слушай а альфа т здесь если у нас картинка это вектор или это всегда скаляр картинка это вектор и не всегда скаляр ну смотри вот здесь я вижу x0 я его на него сейчас смотрю как на скаляр да все правильно делаешь вот а сейчас я хочу подумать об этом как о картинке то есть я хочу подумать об x0 как о векторе ну в некотором самом простом случае ну какая разница вот только вектор то есть там правда какие-то пространственные зависимости а так это просто какой-то вектор ты можешь его флатно сделать вот я тогда спрашиваю альфа т он будет для каждого пиксела одинаковый или разный да для каждого пиксела одинаковый а не лучше будет если будет разный для всех не знаю такого не видит вообще теория водится когда это скаляр и все работает просто они же там какие-то эти скоры оценивают да скоры это же градиенты то есть они по пикселам работают кто скоры оценивают ну в дипозионках скорости мейшен там же но ты куда вперед лезешь это правда но смотри какая тут интуиция ты потихонечку зашумляешь свою исходную картинку тут вообще никаких параметров нет ты ничего не обучаешь наверное важно было бы что-то иметь попиксельное в обучаемой модели то есть у тебя идея заключается в том что у тебя какие-то здесь простые преобразования небольшие зашумления которые несложно выучить которые несложно обернуть и вот здесь у тебя важно чтобы была какая-то логичная структура что там не просто линейные модели как вот здесь не просто скалярно xp умножался плюс что-то еще а что-то более сложное там используется Unet для картинок я все я понял понятно вот выбирая такие параметры альфа t или bt они эквивалентны мы можем сделать так что у нас распределение xp большое при условии x0 это почти нормальное распределение тогда маргинальное распределение в самом конце можно расписать вот таким образом просто по формуле полные вероятности это мы можем приблизить x01 вот x0 это теперь не зависит от вот этого x0 поэтому выносим приближение так а это интеграл плотности который равен единичке это точности когда получается n01 да то есть подобрав правильные параметры альфа t альфа t мы приходим в стандартное нормальное распределение каким-то образом и потом можем симплируя из стандартного нормального шума и имея вот эти модели перехода симплировать из настоящего распределения то есть у нас так мы будем учить делать такие переходы если мы приходим стандартное нормальное распределение то есть то есть мы например знаем вот эту картинку ну xt-1 мы знаем xt мы должны зная xt большое отискать xt-1 который получен форм-процессом и предположим что это не n01 а очень далеко от нее то есть не стандартная гусиана а где-то здесь тогда на обучении на обучении мы бы сэмпли ну плохо-плохо во время сэмплинга нам важно стартовать из полного шума n01 для этого на тренировке вот этот вот этот xt-1 и условий xt должна всегда на вход перенимать стандартный нормальный шум но если мы в форм-процессе не добиваемся стандартного нормального шума у нас на обучении здесь никогда не будет стандартного нормального шума и в идеальном сэмплировании у нас будет ООД а кто такой ОООД? out of distribution а все понятно ну да то есть нам надо так зашумить картинку чтобы там все-таки было нормальное распределение да чтобы все вот эти модели перехода они на вход принимали то же самое при сэмплировании что и при принимании на тренировке на сэмплировании вот здесь будет все стартовать с нормального шума важно чтобы на тренировке сюда приходилось ну и здесь был нормальный шум и вот мы показали что подобрав правильный альфа т мы добьемся нормального шума это знак того что все мы правильно делаем какие на практике выбираются в это т в какой например на цифр и в качестве бэта 1 у была бета 10 минус 4 в качестве конечного Т большого 10 минус 2 на 10 минус 2. И количество шагов бралось 10 в 3. 1000 шагов. Это для цифров. А промежуточные бета. Они брались как линдспейс. Бета 1. Бета т. И т. Можем чуть-чуть поговорить. Давайте я задам вопрос. Почему у нас в начале бета меньше, чем в конце? Какая у этого может быть логика? Я только с позиции обучения могу сказать. Но обратной модели. Так, подожди. У нас бета где? Большая, а где маленькая? Здесь один. Здесь начальная. Вначале она маленькая, а потом становится большой. Правильно? Да. Ну, потому что нам нужно, чтобы картинка итоговая была очень красивой. Поэтому нам нужно вот это вот улучшение картинки существенно сделать. То есть вначале мы можем рабасно шагать в пространстве. Да, вот это достаточно. То есть выйти из шума можно загрузкими шагами. А вот улучшать качество картинки надо мелкими шагами. Ну, типа, как там сначала разрезал. Ну, ножом отрезал, потом напильником, в общем, доработал. Такая логика. Ну, да, да. Примерно так и работает. То есть вначале там очень цегруппа строится. Картинка какие-то низкоуровневые детали. Типа шейп человека или там лендскейп. А потом уже какие-то высокочастотные детали достраиваются в конце. И чтобы вот эти высокочастотные детали сразу не убить. Потому что их довольно сложно строить. Вначале по чуть-чуть зашумляем. И все правильно сказал. Откуда вообще такой вопрос возник? На лекции Рома упоминал утверждение, что если бет-теты достаточно малы, то в обратном процессе переход выглядит как нормальное распределение. И в целом можно было бы взять их все одинаковыми. Но как ты правильно сказал, имеет смысл немножечко перераспределить веса так, чтобы вначале мы зашумляли по чуть-чуть, и нам было проще восстанавливать высокочастотные детали, а в конце зашумлять побольше, чтобы в итоге прийти к нормальному распределению. и при этом не испортить вот такой зависимости. там еще полезно будет, наверное, посмотреть, что в конце действительно у нас шум. Ну, посчитать там, например, взять сэмплы, да, которые мы получили в конце на шаге Т, их все сгруппировать, и посчитать КЛ-дивергенцию между там, Н0.1 и полученными сэмплами. Для того, чтобы проверить, что у тебя все хорошо. Все правильно, так и делают обычно. И вроде бы на цифре для таких параметров там КЛ-дивергенция 10 минус 5 получается. Что в целом приемлеме. Вот. Предположим, мы хотим делать меньшее число шагов, не тысячу. У нас попроще дата-сет, чем картиночный. И в целом работать будет следующее. Это просто практический совет. Тут никакой математики нет. Пусть у нас мы хотим использовать Т шагов. Или давайте Т-таштих назовем. Тогда мы посчитаем скейл, который будет 10 в 3 делить на Т штуни. И тогда у нас беты считаются следующим образом. Это будет скейл на Б1. И бета-это будет бета-сет, это скейл на бета-сет. Идея в том, что у нас меньшее число шагов. Мы бету увеличили. Соответственно, у нас альфы уменьшились. И у нас это произведение стало еще меньше. То есть мы за меньшее число шагов способны прийти к стандартному нормальному распределению. То есть логика такая. Если у нас меньшее число шагов, мы посильнее зашумляем. И это добивается с помощью скейла. У нас с больше единички. И, соответственно, мы можем раньше прийти к нормальному стандартному распределению. То есть да, мы тут геометрическое распределение используем. Геометрическую последовательность в общем используем. Нет, нет, нет. Тут же лидспейс. У нас бета это лидспейс. Здесь мы просто галлировали и начали. Слушай, а если все-таки тогда бета строить как геометрическое последовательность наверное же тоже подход. Да, то есть тут короче никакой математики за это нет. Просто какой-то подход, который работает. Вот подбираем гиперпараметры обычно же неприятно подбирать. вот и это способ как получить что-то рабочее почти бесплатно. Бесплатно просто. Вот мы закончили с форвард-процессом. Сейчас перейдем к обучению ЛОСу. Есть ли какие-то вопросы от текущего номера? Ну смотри если рассуждать опять же вот парадигмию дифференциальных уравнений у них же солверы есть прямо для того чтобы шагать вперед. То есть они вот эти бета по сути подбирают из соображений толеранса да? Соображений толеранс? Ну в смысле чтобы уравнение сходилось правильно. Они его интегрируют исходя из ошибки допустимой. Не ну бета у тебя форвард-процесс он зафиксирован. асемблер возникает на обратном процессе solver а на обратном понятно может быть ты поймешь может быть нет но это примерно в ту же сторону если вот есть какой-то форвард-процесс он задан каким-то стовуди фурор с какими-то параметрами бета не периодом то ты можешь сэмплировать с другими параметрами с чем-то что не соответствует этим параметрам бета но важно чтобы у тебя маргинальные распределения совпадали во всех точках ну и так вот в топ наверное точнее маргинальное распределение почему а по какой переменной маргинальное распределение маргинальное распределение но это у тебя Q от XT они здесь в этой теме так именно эти распределения то есть мы хотим чтобы конечное распределение в любом случае было 0.1 и типа не важно как оно получено это ты имеешь ввиду конечное распределение должно быть просто нормально и не важно какие бы это были подобраны смотри просто сейчас проговорю не буду на этом долго зацикливаться вот фору-процесс ты говоришь он задается каким-то стокодифром один неверс-процесс задается стокодифур какой-то конкретный обратно он очень конкретно задается в зависимости от фору-процесса и он задает распределение маргинальное QXT когда ты обратно сомплируешь у тебя там все эти распределения восстанавливаются в каждой точке в каждый момент времени но ты можешь сэмплировать каким-то другим стокодифуром который тоже будет восстанавливать эти маргинальные распределения то есть мы не завязаны на параметре бета на самом деле фору-процесса давай остановимся на этом потому что тема сложная и хотя бы с базами разобраться да давай с базой галь у тебя есть вопросы потому что вроде бы нет я вроде бы слушаю и как раз вопросы Никиты с моими пересекались поэтому в принципе все понятно про стокодифуры тоже про стокодифуры тоже совпадали вопросы не-не-нет я про общее я сказал большинство а окей все теперь давайте перейдем к лоссу мы задали какой-то фору-процесс теперь нужно как-то обучить реверс-процесс так обучаем мы это стандартно с помощью максимизации правдоподобия и на лекции показали что это можно оценить снизу с помощью следующего элба сейчас поле бисное взглянем на эти слагания сразу не пугайтесь не пугайтесь переписал это у нас стандартный реконстракшн лосс из войны это у нас что-то по построению прямого процесса близкое к нулю ну и в целом это константа от это в оптимизации это никак участвовать не будет нам нужно разобраться с вот этой частью ну также реконстракшн лосс рома говорил что с помощью кодекодеров обучается довольно просто у нас есть лекс-1 каким-то образом предсказуем распределение и максимилируем но это обсудим еще точнее чем более детально после в чем еще плюс такого лосса мы можем обучать нашу модель следующим образом мы равномерно сэнклируем t из нормального распределения от 1 до t и после считаем какой-то из этих этих слагаем и делаем бэкпроп конкретно по нему это хотя бы интуитивно понятно что в среднем мы получим тот же лосс ну да у тебя тут сумма ты можешь оценивать через ну тут типа вот это первое слагаемое и тут от 2 до t мы сэмплируем какой-то конкретный момент времени t маленькая считаем для него лосс делаем бэкпроп да-да-да ты можешь оценивать сумму через случайное сэмплирование компонентов да ну типа тут можно поставить веса у них у всех 1 на m это ну или так типа pt тут будет p1 взять мотожидание условия что p нормального распределения там возникнут ну это превратится в 1 на m и по сути лосс будет примерно тот же то есть с этим мы получаем то же самое это просто хорошее свойство такого лосса давайте теперь разберемся с этим слагаемым у нас pt мы знаем из нормального распределения где параметры будут задаваться нейронными сетями к этой записи есть вопрос? pt это мы сами придумали вот это ну смотри у нас было утверждение что если маленький у нас шаг то это будет нормальное распределение да то у нас вот такая штука которая ну типа настоящая неприближенная она из нормального распределения поэтому логично предположить что это должно быть из нормального распределения логично взять такую параметизацию а вот у меня вопрос а может быть и не надо из нормального распределения может быть мы тогда сможем ускорить наши диффузионные сети, и уже надо много шагов взять, мы возьмем не из нормального распределения, ни какого-нибудь другого. Или плохо будет? Мы сейчас обсудим. Это и в Лосе возникнет. У меня нет точно ответа. Если плохо, раз даже с теорией не сводится. Ну, я понял, да, что если у нас шаг достаточно маленький, то это вот прямо как теоретическая выкладка. Да. Но в целом иногда есть способы борьбы с тем, что из диффузионки долго сэмплировать. То есть сэмплирование, это по сути, ты получаешь сэмпл из стандарта нормального шума, и потом Т большой раз вот так шагаешь. Это по сути Т большой раз гнать свою большую модельку. А Т большое на практике порядка тысячи. То есть тысячу раз прогонять Юнет последовательно. Это никак не распараллелить. А причем Цефар, это 32 на 32 картинки, а обычно хотят Харес, это 1024 на 1024. Это большая боль. Обычно есть способы, которые позволяют там 20 шагов сэмплировать, получать хорошее качество. Вот. И поскольку вот это условие БЭТ не сохраняется для БЭТ, то, что они малые, то, возможно, там есть свои нюансы. Но мы вроде как на стадии обучения боли не испытываем, потому что мы можем сэмплировать, да, на каждый шаг Т в произвольный момент времени. То есть мы можем параллелить. На обучении, да, классно, что у нас проблем никаких нет. Хотя... Непонятно. Непонятно. Мы в момент теста имплируем, но как нам посчитать вот этот лосс еще не ясно. Вот этот мы довольно быстро можем посчитать стандартным образом, как военный, например. А вот этот пока не ясно. Но на самом деле кажется, что его посчитать довольно-таки быстро можно. Вот. Вам, наверное, уже сказали, что вот такое распределение, оно будет нормальным. И поэтому какая-то дивергенция будет очень хорошо выглядеть. Потому что для нормальных есть конкретная формула. Давайте найдем, с какими параметрами это нормальное распределение. Для этого представим через что-то уже известное. А известно нам, на самом деле, только распределение в форме процесса. Поэтому мы попытаемся сейчас через них выразить это распределение. Естественно, мы пользуемся формулой bias. Так. Так. мы перевернули Xt, Xt минус 1. Так. Здесь вытерянное прошлое правой части. Так. Согласны ли вы с этой формулой? Да, тут все правильно. Надо только убрать X0, потому что марковость. Ну, то есть, надо тут немного исправлять формулу, используя марковость. Где? Здесь? Первое слагаемое. Первое. Да. Слева сверху. Вот там марковость. Можно воспользоваться. X0 можно убрать. X0, да. Согласен. Поэтому написано в следующем. Все. И теперь видим, что все распределения нам известны. Да. Назовете ли вы вместе распределению? Давайте все через... Оно нормальным будет. Нам на лекции даже показывали формулу для его среднего и сигма. Там несложно. Там каждое распределение расписать как экспоненту, да, и воспользоваться тем, что произведение экспонента это сумма аргументов экспонента. Нет, смотри, вот это распределение, оно самое простое, мы с него и начали. Это то, как мы переходим от одного X0 к другому. Ты про него говоришь или нет? Тут ничего расписывать не надо. Это по определению нашего марковского процесса. Да не, нет, там же... Давай мы отнем на правый слайд. Вот это Q, это нормальное распределение. Вот это. Да. Да. Вот. Ты можешь каждое расписать. Ну, N, это же на самом деле экспоненты в степени минус X в квадрате пополам. Правильно? Ага. Но имеется ввиду плотность распределения записать. Вот. Дальше надо воспользоваться тем, что произведение экспонент это сумма аргументов экспонента. А, ты уже можешь получить. Я понял. Давай просто вначале выпишем для удобства все эти распределения. вопрос был такой. Вон, там два одинаковых. Почти что-то Галь назовешь это распределение. Блин, ладно, я испугался этого вопроса, не хочу мучить. там надо рисовать бары над альфами, потому что они усредняются. Да, тут вроде нарисовано. Нет? Нарисовано, нарисовано. Вот. Согласна, да? Да. Все, спасибо. А теперь распишем, как нам Никита посоветовал через экспонент. Мы знаем, что придем рано или поздно к нормальному распределению. Причем к нормальному распределению по очень удобно. По xt-1. Поэтому все, что зависит от xt и x0 для нас константы. Они будут нормализационными константами. Мы можем ими очень жестко перенадвигать. нам важно, чтобы в экспоненте был вид, чтобы мы получили что-то такое xt-1 минус а в квадрате тут минус делить на b. и в целом отсюда однозначно все константы от x0 и xt сформируются. Потому что они просто нормализационные. Они из уравнения нормализации появятся. То есть мы можем сразу забить на константу там 1 делить на 2 и сигна. Они как-то перемножатся между собой. Смотрим, что в экспоненте. И мы одну-вторую выносим. Теперь в таком порядке обрабатываем эти распределения. Продиктуете, что писать? Да, Там будет у нас xt минус xt минус 1. Минус xt минус 1? Да, да, это среднее. Вот это все в квадрате. Надо это все разделить. Нет, среднее вот такое. А, тогда еще надо на корень из альфа-т домножить. Да. Ну, поделить получается на корень из единицы минус альфа-т. Бескорни. Ой, да, бескорни. Вот, теперь следующий. Вот это. Ну, там тоже минус надо поставить, потому что экспоненты складываются. А, минус вынесен вроде бы, Никита. вынесен, все, я понял. Тогда там xt минус альфа-т, корень из альфа-т, и надо бар нарисовать над альфа-т. У нас аргумент xt минус 1. Соответственно, ну, x как, это будет xt минус 1. Мы учитаем среднее. Среднее у нас альфа-т, только на ней бар. Нет. Альфа-т минус 1. Альфа-т минус 1. Да. И бар. И подиум. И x0. Прекрасно. И знаменателе. 1 минус альфа-т. И бар. Альфа-т минус 1. Да, отлично. И последнее по аналогии. Я просто не пишу сам. Не надо не только потому, что это то же самое, а еще потому, что это константа от x0 и xt. У нас распределение мы хотим найти по xt минус 1. Поэтому это будет относиться к нормализационной константе. И мы не думая выносим ее на ру. Понимаете, почему так можно делать? Ну, потому что у нас аргумент это xt минус 1. Да, да. И мы хотим просто увидеть вот этот квадрат от xt минус 1. А чтобы получить этот квадрат, мы хотим выделить полный квадрат через xt минус 1. да, и соответственно, давайте выразим, какие коэффициенты у нас при xt минус 1 в квадрате. Это будет отсюда у нас что идет? Альфа, альфа t альфа t и на 1 плюс альфа t. Так? Да, все правильно. И второго с таком идет у нас квадрат это будет плюс альфа t минус 1. Нет, нет, это правильно так, написано. Норм, да? Да, все правильно. Ага. Ну, теперь txt. txt у нас что у нас будет? txt А зачем нам t писать? Давай лучше xt минус 1 писать. Укранник, грабишься. Что у нас будет по xt минус 1? Первых слагаем. 2 корня из альфа t минус 2 корня из альфа t делить на 1 минус альфа t и поделить на 1 минус альфа t и из второго слагаемого похожая штука, только там их 0 надо написать. 1 минус альфа t минус 1 и дальше остальное тоже можно в константы. В константы вот их снова несколько. все отлично. Теперь заметим, что вот это у нас на самом деле или как бы обозначить пусть наша q там красивая формула получает на самом деле и когда ты складываешь их там получается альфа t минус альфа t подчеркивание плюс 1 минус плюс 1 минус альфа t то есть там альфа t сокращаются и остается красивая формула в числителе. Все так, все так. Заметим, что вот это у нас будет btt минус 1 это очевидно или нет? Не очевидно, но как хочешь. Да, не очевидно. Все, хорошо, я хотел услышать, что не очевидно. Давайте перепишем, что у нас здесь записано. Пусть у нас есть какая-то константа на экспоненту. Минус 1 2 и это просто то, что это бета t минус 1 это очевидно. Это ты просто переобозначил так. То, что это бета t минус 1 это очевидно? Ну, конечно, ты просто ну, при квадрате у тебя должна дисперсия стоять. Да, да, да. Вот это очевидно. Вот не очевидно, как чему равен bt как там эти слагаемые поскладывать. Чему равен mt не очевидно? Нет, как bt выражается через альфа t. Вот это не очевидно. А, ну мы сейчас выведем. Вот эти вот. Главное понять, что из этого, из такого вида ну, во-первых, уже должно быть понятно, что это нормальное распределение, раз мы можем выделить полный квадрат. Ну, это понятно, да, то, что это нормальное. Непонятно? Нет, наоборот, понятно. И нам осталось только найти, чему равняется mu и sigma квадрат. У нас сейчас есть вот такая запись. Правда ведь? Да. Давайте тогда перепишем ее в стандартной виде, то, что мы там x, сейчас, у нас b и bx. x и вот так. И перепишем, чтобы у нас там было x минус mu в квадрате и прочее. Здесь мы тогда вынесем a минус a пополам, x квадратик плюс, и даже здесь двойку поставим, потому что вот здесь мы можем вынести блок, минус двойку. так, я сейчас быстро наделал исправление. Устыли ли вы за ними, что у нас на самом деле вот такой сетан. Вот мы минус двойки выносим, они идут вот сюда, а оставшиеся у нас там будет b. А вот это у нас a. И вот квадрат. Просто подтвердите, что все понятно. Если понятно. Если нет, давайте чуть-чуть посмотрим. Мне понятно. Да. Тут надо просто внимательно все смотреть. Короче, это должно быть очевидно и сейчас. То есть у нас вот x квадрат, x, мы это записали, это приобзначили за a. Вот здесь вынесли двойку, минус двойку, и оставшиеся обозначили за b. А все, что вот эти константы, мы вынесли в константу. есть ли какой-то конкретный вопрос или просто типа не готовы за всем услить и потом посмотрите в необходимости. Какой у вас? Ну, здесь просто все как бы ясно. Здесь просто надо делать преобъединение, ну, чтобы был такой же вид. То есть как бы тут все как бы в плане осознания тут все понятно. Тут просто как бы огромные города получаются, которые... А, да, именно поэтому мы заменили на a и b. Мы потом справимся с этими городами, но вот то, что это такой же вид и обозначенный, это очевидно. Да, это да. Прекрасно, спасибо. Вот. Зачем я делал в этом упрощенном виде? Чтобы понять, что из этого у нас сигма квадрат, ну, что из этого bt, а что из этого bt. Так. x квадрат минус 2 поедет на a. Ну, и мы еще можем добавить константу. Какая нам тут нужна константа? Так, вот тут x и нам нужна константа плюс-минус b в квадрат. b в квадрат. Вот так. Мы опять ее выносим в константу и нам все равно. У нас по итогу будет какая-то константа экспонента минус x минус b на a в квадрате. И тут будет двоечка умножить на 1 на a. Согласна. Да. Теперь мы можем восстановить наши mu и t и bt из множителей при x t минус 1 в квадрате и x t минус 1. Отсюда должно быть очевидно, что у нас это, поскольку у нас вот эта слагаемость соответствовала a, то вот это 7 в квадрате минус 1. Давайте ее выразим в более удобном виде. Да. ничего умного здесь будет альфа т бар. Понятно, почему именно альфа т бар? Да, да, все тут ясно. Сокращаются. и от всего следует, наш варианс будет 1 минус альфа т минус 1 бар и 1 минус альфа т бар и 1 минус альфа т. Все, отлично. С этим разбирались. Это было довольно просто. Что хочется заметить, что у нас варианс вообще не зависит от xt, x0 или чего-то еще? Кого не зависит? От xt или x0 хотя могло быть какой-нибудь. Да, понятно. Теперь найдем его. Я просто скопирую вот это выражение. Его надо поделить на вот это выражение или умножить просто на bt, который мы нашли. И соответственно без лодочек. Лодочки уходят. У нас вот этот множитель и умножаем его на bt, который только что получил. с этим должно быть соло. Я спрашиваю. абсолютно я просто скопировал все вот эти выражения. То есть тут минус 2 вынес. То есть у нас мю это b на а. Здесь b. Это штука, деленная на минус 2. А вот это а. Вот это 1. я просто перебору. Сколько выводить. Все. Теперь давайте во-первых можно даже ничего дальше не выводить. Мы нашли наше оно зависит от x0 и xt. И в целом мы уже можем его найти и нам это понадобится для обучения. На лекции вам выведут более удобный вид. Могу его сейчас переписать, но без вывода. Я подумал, что можно на это время не тратить. Не, зачем. Это вот так выглядит. Тут просто x0 и xt разделили. вот, теперь мы знаем, что у нас из нормальной распределения с такими параметрами. Теперь давайте для удобства предположим, что у нас сигма в обучаемой модели такая же как и bts с волной. Начну тогда лучше с того, что мы хотим посчитать. Мы хотим посчитать кайлибергенцию между распределением Qt-1, Qt и X0 и нашей модели. Теперь мы знаем, что Q из нормального и с какими конкретными параметрами из нормального. Qt-1, 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 Qt-1. Qt-1, 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 Qt- и здесь мы берем такую же дисперсию, вот, тогда МТ будет выглядеть следующим мобилом. Тут будет у нас один на дисперсию, и то, что у нас Е для наших средних. Так, тут вроде бы все понятно должно быть. Ну, или хотя бы легко поверить, что примерно так может возлить кальдивергенция для нормальных распределений. Да. Отлично, спасибо. Вот, теперь давайте поговорим детальнее про реконстракшн у вас. Давайте. Так. Так. У нас в картиночке это дискретные данные, они от 0 до 255. То, что мы предсказываем, мы предсказываем не из полного шума и у нас модель работает с неперывными случайными величиями, не случайными, а просто с неперывными данными. Это понятно, да? И на лекции вам по идее уже рассказывали, что проблемы с этим могут быть, если мы предсказываем с помощью диперированной модели дискретные данные. У нас распределение нашей модели, то есть пусть у нас вот это значение пикселей, у нас в модели может выразиться что-то вот такое, так? То есть у нас в дельта-функции наше распределение итогово выразится. И это имеет свои проблемы, например, для значений, которые не встречались на тренировочной выборке. Поэтому правильно вообще расписать наш реконструкционный лосс следующим образом. Представим, что у нас x0 это все-таки картиночка, она от 0 до 255 и перешкалирована от минус 1 до 1. Да, это типа неперывные значения, но на самом деле они тоже дискретные, просто перенормированы. И мы тогда зададим наш, как это называется, генератор, это же генератор называется, Валим? Какая модель? Декодер. Декодер, да, спасибо. Таким образом, то есть мы каждому пикселю, для каждого пиксела, предсказываем его среднее и для каждого пикселя, мы предсказываем, что каждый пиксель распределён нормально с каким-то средним предсказанным и сигмой, и считаем вероятность этого пикселя как разность CDF в этих точках. Пусть у нас есть пиксель x0i, и тогда вероятность нашей модели это будет... Тут всё понятно. Не останавливаться. Мы уже встречались такое. Встречались. Хорошо. Ну, вроде бы понятно. Галь, тебе тоже понятно. Правда? Ну, наверное. Просто я не всё прям досконально помню с лекцией, поэтому я думаю, что если я посмотрю ещё раз, то да, станет понятно. Окей, давай повторю ещё раз. На всякий случай, можно на этом просто потом переслушать. Иногда возникают проблемы, когда ты, работая с непрерывными данными, должна предсказать что-то дискретным. То есть, если ты, например, делаешь МСЕ между непрерывными данными и дискретными, у тебя там может распределение вылиться в набор дельта функций. Для этого есть методы, которые... То есть, твои непрерывные выходы интерпретируют как непрерывные плотности. Например, у нас есть пиксель x0e, и мы для него предсказываем распределение. Основываясь на x1, и берём у этого среднего тоже пиксель i. Мы предсказываем какое-то среднее, какой-то фичмап у средних. Берём вот эту и ту компоненту, и она будет средняя для вот этого пикселя. И какая-то сигма, мы её фиксируем в данном случае. Ну, просто чтобы сделать из этого распределение. И дальше мы можем посчитать плотность распределения нашей модели вот в этой точке. Нам для правдоподобия это нужно. И плотность распределения в этой точке будет разность CDF в следующих точках. Вот представим, что у нас вот это x0e минус 1. Если они от 0 до 255, это x0e плюс 1, а это x0e. И у нас распределение непереверное. Мы берём разность CDF в этих точках и получаем, по сути, плотность вот такого прямоугольника. Не знаю, понятно ли это было. Всё, спасибо. Можно лучше, наверное, это объяснять. Но поскольку у вас это было, наверное, что-то в голове всплыло. Вот, поэтому мы наш декодер сдаём следующим образом. Исходя из этой логики. Мы по пиксельно считаем плотоподобие нашей картинки, вероятность нашей картинки. Сейчас я веду, что такое дельта. Высходя из этой логики. Нормальное распределение. Вот, как мы уже писали того, что предсказало нашему модель. Берём и пиксель. И сигму фиксируем. И чтобы задать вот тот прямоугольничек, для этого тут дельтой и написываем. Дельтой плюс от х0 и т координата, и т компонента. Это будет бесконечность. Если х0 равен единице, и х0 плюс 255, если х0 меньше единицы. Мы просто задали правую границу этого прямоугольничка. Мы, во-первых, в примере, который я показывал, там был шаг плюс-минус 1. Но поскольку мы пришли в шкалу от 1 до 1, у нас будет шаг плюс-минус 1 до 255. Вот, и когда у нас х0 это единичка, то если мы будем просто брать плюс-минус какую-то дельту, у нас вот эта вероятность до плюс бесконечности. Или ладно, давайте 255 скажем. Пусть у нас 255, а тут 254. И мы бы брали, считали распределение вот такого прямоугольничка, какая плотность здесь содержится, какая вероятность на массы здесь содержится, то мы бы всегда забывали про то, что у нас здесь хвосте. Это математически нехорошо. Поэтому вероятность значений 255 считается вот на всей вот этой прямой бесконечной. И дельта минус из той же логики. Минус бесконечность, если х0 и... Там имеется минус один, и... И минус 255, и... Если х0 и больше минус единички. Все, это было для формализма. И так, на самом деле, по-хорошему делать, но... На практике, на практике... У нас вот эта слагаемая заменяется просто на MSE между предсказанием и х0. Ага, потом он все фонтизуется в другой пиксель, чтобы на него посмотреть. Фонтизуется... А, ну да, да. Я понял. Вот это только для первого картинки, где у нас х1 минус х0. Вот нужно вот такую правильную процедуру проводить. Когда мы уже работаем дешевленными картинками, можем обычным MSE пользоваться. Да, но мы выявили, что у нас обычный MSE. То есть тут прям по математике, а это для удобства. И чтобы было согласовано с этим. То есть, по сути, как у нас будет это выглядеть. Сейчас давай я резюмирую это все. Выпишу this loss. И обсудим, как тренировать эту модель. Интересно. И. 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 вот ничего не забыл ну и это мы приближаем заменяем как правильно подгон назвал нет x 1 1 а минус x до начала мы сэмплируем x 0 из нашего дата сэмплируем также из равномерное распределение 1 на т дальше мы получаем зашумленную картинку можно то есть просто как шкалируемый соль и там прибавляем шум тоже с каким-то шкалю дальше мы вычисляем bt и bt мы с вами все не выводили мы можем их вычислить считаем лосс lt который равен значению а вот мы мы сэмплируем здесь напишу, что это у нас будет L1 для консистентности. так все, теперь есть время на вопрос. вот тут вопрос, похоже у нас моделька будет кондишениться на время, это значит нам надо будет тысячу моделей иметь? либо иметь одну большую модель, которая будет принимать еще и T. а как она будет принимать на вход? ты не можешь T превратить в вектор. можешь, например, сделать фичу-мапу и приконкатить к входу, например. ну то есть у меня отдельная картинка и еще дополнительный токинг условно времени, да? например, так можно реализовать. а может есть какой-то правильный способ времени учитывать в моделях? да, да, есть, ну, правильный в каком-то смысле. математически правильный, наверное, сложно сказать. есть способ, не помню для чего, для каких конкретных моментов поменяется, ну, допустим, для каждой фичи-мапы в модели. у нас там обычно юнет использовался, и фичи-мапа, она нормализуется. пусть выберем фичи-мапу нашей модели какую-то. дальше ее нормализуем. после мы с помощью t получаем два имбединга. scale и shift-имбединг. ну это как в стайл Ганни, правильно? я не помню, как там в стайл Ганни, наверное, наверное. но у них там вектор стиля есть, и они как раз, они бач-норм делают, только вот эти вот running min и running sigma, они устанавливают из вектора стиля. ну, похоже, да, звучит. scale and shift-имбединг. это вроде называется адаптивный group normalization или что-то такое. да, здорово. что-то поумнее, вроде это там немножечко накидывает. ну, в статье так было. иначе бы я это, кстати, не внесли. ну, вот. Галь, у тебя есть какие-то вопросы по теории? ну, пока вроде бы все очень по-другому. можно у меня есть вопрос, да? да, да, давай. а сколько предположения, что одинаковые дисперсии у наших, получается, пэшек вводили на практике? ну, смотри, картинки получаются нормальные. была статья. сейчас. поищу или с вами, посмотрим на нее. и там, если... а, нет, нет, нет. сейчас давай посмотрим. можно, наверное, даже прекратить запись. тут уже идут вопросы, которые все вместе мы раздаем. сейчас. Helena. она Продолжение следует...